Марфа сказала ему, зная, что воскреснет в последний день, Иисус сказал ей, я есть в воскресении жизнь. Евангелие Таана 11.25 Я есть в воскресении жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Аллилуйя. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему, да, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Аллилуйя. Да, друзья, приветствую всех вас, приветствую всех именем Господа нашего Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. И ни в коем другом нет спасения. Давай, господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, человеком, которому принадлежало бы нам спастись, которым мы, люди, спасены, которым спасаемся, мы верующие. Слава Господу. Ибо так Он возлюбил мир, Бог Святой и Егова, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, благой, добрый Отец, что отдал самого себя, кровушку свою за нас отдал, единородного Сына Своего на крест. И Бог во Христе действительно примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлениях и дал нам слово примирения. Дамы и господа, братья и сестры, приветствую всех из Киева. Я сейчас в парке Киото, сегодня молюсь здесь, в этом парке, молюсь, конечно, парк Киото, уже само даже наименование и сама здесь вот аура, атмосфера этого парка, она, конечно, просто побуждает к молитве, и в частности вот молитве за Японию, за японский народ, благоставляю страну восходящего солнца, пусть солнце правды, Иисус Христос воссияет на островах японских. Молюсь за Киото, благоставляю Киото, эту древнюю столицу Японии, культурную столицу японского народа, японской нации, благоставляю. Да, Киев и Киото являются городами повратимыми, и действительно, в этом есть определенный символизм, в этом есть действительно определенная тайна, взаимосвязь, потому что Киото это действительно столица, культурная столица Японии, и оттуда берет начало душа японского народа, как и из Киева, все из берегов Днепра берет начало действительно благоставляя, благоставляя, слава Богу, вот, и благоставляя во имя Господне. Вот, и здесь, в парке сейчас обед, и много людей идут с работы, на работу, с учебы, на учебу, вот. Вот, и, конечно, сам я ни разу не был еще в Японии, вот, но, хотя на Дальнем Востоке служил, и служил много, Словом Божьим проповедовал там, Владивосток, находка, по всему Бамму фактически, вот. И, конечно, в находке во Владивостоке, уже там недалеко совсем была уже Япония, но в Японии еще не бывал, но очень рад буду послужить, Словом Божьим, на островах японских. И, конечно, в этом парке сегодня сейчас, тоже молюсь, благоставляю Киото, благоставляю Японию, благоставляю Украину, благоставляю Киев, пусть здесь, на берегах Днепра, славится имя Господа. Вот, и тот фрагмент из Писания, что зачитывал, как раз он говорит о чуде, о том, что Иисус Христос является действительно воскресением и жизнью. Вот, и пусть сила воскресения Христова действует, действует в нас, верующих, воскресение и жизнь. Эти слова, вот эти имена, они другие некоторые места из Писания, они... Не-не-не, я присяду, я присяду. Не-не-не, не надо, не надо. А, боитесь? Не-не-не. Что, я у каду? Не-не-не-не, я могу вам сам дать, просто, не пожалуйста, не. Да, здесь... А вот, лавочка, пожалуйста, можете присесть. Не-не, просто интересно, шо вы там... Да. А, ну, хорошо, тогда еще раз, еще раз прочитаю. Так. Иисус сказал ей, я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит, да, так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. И поэтому, друзья, действительно... Это Евангелие? Да, это Евангелие, это Иоанна. А Библия? И это Библия, Божье Слово. Вот, и поэтому воскресение и жизнь – это Сам Господь Иисус Христос. Вот, сегодня утром на трансляции с утренней молитвы я как раз это местописание зачитывал. При хлебопреломлении, при причастии зачитывал. Не сомнений, и с Канадой. Это местописание... И местописание зачитывал, как раз именно говоря о том, что Он есть воскресенье и жизнь. Поэтому сегодня, молясь и за Киев, за Украину, за Японию, за Киото, провозглашаю эти слова. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю Вас. Во имя Господне. Аллилуйя.